Доброе утро! Утро среды. По традиции мы проводим в спортивном режиме. Скажу сразу, что про спортсменов, которые по завершении карьеры идут по тренерскому пути, мы говорим достаточно часто, или эти люди к нам приходят в гости, с удовольствием узнаем, как у них складываются обстоятельства. Есть люди, которые по завершении спортивной карьеры идут в бизнес, и такие тоже у нас люди есть. Известно и много знаменитостей, которые пропагандируют всяческий здоровый образ жизни, и часто можно их увидеть на каких-то всероссийских соревнованиях, либо просто в качестве участников на непрофессиональных турнирах. Сегодня тема нашей программы, которую мы обозначили как из спорта в бизнес и обратно. Люди, которые проделали этот путь из одного направления в другую точку, и из точки, соответственно, спортивной в бизнес. Итак, фигурист Андрей Миноньков, человек, который ныне возглавляет торговый дом. Доброе утро, Андрей! Доброе утро! И человек, который помимо своей политической и бизнес-карьеры успевает заниматься триатлоном. Россия, и вам тоже. Здравствуйте! Ну, в общем, достаточно интересная у вас на самом деле получается жизнь, потому что вы успеваете оба заниматься и спортом, и заниматься бизнесом. Вот на мой взгляд, для того, чтобы иногда человеку вполне занятому в современном мире выделить пару часов на тренировки, это нужно очень сильно исхитриться. Это нужно посмотреть свой план, это нужно куда-то что-то там занести заранее, и успеть все в современном мире действительно успеть. Вот как у вас это получается? Или, Андрей, для вас спорт это уже, ну, поскольку на уровне телешоу в качестве судейской работы? Ну, я, в общем, действительно могу сказать, что, так сказать, сейчас я спортом не занимаюсь. Когда я занимался спортом, я не занимался бизнесом. Поэтому, так сказать, ну, может быть, тема актуальная, но, тем не менее, так сказать, вот у меня все по очереди, так сказать. Когда я занимался спортом, я тренировался по 8 часов в день, в общем, так сказать, стоял вопрос очень серьезно, а когда же учиться? Мечтала только о том, чтобы отдохнуть хоть как-то и восстановить силы? Ну, там мечтать не приходилось. Ты пришел с тренировки, перекусил, упал, очнулся, и ты не знаешь, что это, вечер или утро, когда тебе надо идти уже на вторую тренировку. Вот. Тем не менее, так сказать, установка у меня была такая, что, в общем, я должен как-то, так сказать, себя готовить к дальнейшей жизни. Поэтому я закончил МИРЭА. Ну, после завершения карьеры я, так сказать, пять лет писал диссертацию. Я кандидат технических наук. Ну, а вот потом уже началась перестройка, и меня как бы к бизнесу прибило. Ну, а сейчас какие-то для вас занятия, может быть, просто восстановительные или фитнес-нагрузки облегченные для вас существуют? Или, в общем, сейчас это уже в далеком прошлом? Нет, ну, мы давайте определимся в терминах. Мы будем это называть физической культурой. Это вещь полезная, это вещь нужная. Когда удается, это, так сказать, приветствуется. Но, тем не менее, это не спорт. Согласна, согласна. Тем более, это спорт высших достижений. Спорт высших достижений, как говорят многие специалисты, и я думаю, что вы с этим согласитесь, это то, что занимает, во-первых, все свободное время, во-вторых, отнимает значительную часть здоровья, и, в-третьих, как говорят медики, не всегда полезно, а в 90% случаев как раз ведет к нарушению всяческих полезных свойств организма. Александр, для вас занятие спортом – это способ релаксации, это способ ухода от напряженного графика и современной действительности, или это способ подзарядиться энергией для того, чтобы на завтра прийти в свою организацию, в свою структуру и с новыми силами взяться за то, что вы наметили, например. Да, спасибо. Вы, на самом деле, практически ответили на этот же вопрос. Но с небольшой ремаркой, все-таки триатлон – это не совсем физкультура, в силу того, что даже к олимпийской дистанции, значит, ну, кто не в курсе, немножко, значит, веду в тему. Ну, триатлон – это три вида в одном – плавание, велосипед и бег. И, ну, о спринтовых, спринтерских таких дистанциях коротких я не буду говорить. Самый популярный – это олимпийский триатлон, полторы тысячи плыть, 40 километров ехать и 10 бежать. Но пиковая дистанция – это айронмен, называется «железный человек», 3800 метров, соответственно, плыть, 180 километров ехать на велосипеде и в конце 42 марафон, 42 километра. У вас есть айронмен-сертификат? Да, я айронмен. Какой кошмар! К счастью, да. Поэтому даже готовясь к олимпийскому триатлону – это не совсем физкультура, поскольку требует значительно времени на тренировки. Конечно же, не по 8 часов в день, как в случае с Андреем. Это все-таки действительно спорт высших достижений. Но я могу сказать, я знаю таких спортсменов и предпринимателей в нашей стране. Это и Алексей Панферов, и Артем Сытников, которые тренируются, наверное, вот где-то близко к этому, тоже айронмены и достаточно успешные. Поэтому это не физкультура, это очень серьезное. Без серьезного отношения, без достаточного объема тренировочного в неделю, скажем так, 10-12 часов – это вот минимум, который нужно уделять тренировке. Минимум для того, чтобы пройти айронмены. Хорошо, тогда вопрос, когда вы это делаете? Отличный вопрос. Как раз после эфира я еду в офис, провожу совещание и параллельно буду крутить, значит, станок велосипедный. У меня двухчасовая тренировка. Вопрос сразу возникает эффективности, потому что, конечно же, времени вот так выключить, день разбить на две части с утра, например, до обеда тренироваться, а после обеда управлять организацией, проектами, бизнесом, так не получается никогда, потому что ты в некой системе координат, там, правительственное совещание какое-нибудь с утра, значит, вечером бизнес требует времени, поэтому приходится ключевые тренировки переносить на выходные дни, а в будние дни вот встраиваться, ну, велосипед, соответственно, очень удобно, кстати. Крутишь еще и отвлекаешься, чем длиннее тренировка, тем эффективнее совещание проходит. То есть, попутно, когда ты сидишь на велотренажере, ты можешь прослушивать какие-то комментарии, которые тебе оставляют, может быть, секретарь или помощники, принимать какие-то решения, так тоже бывает? Даже вживую общаюсь с коллегами, с сотрудниками. А коллега сидит рядом на велотренажере по соседству или бежит на дорожке рядышком? Это хорошая идея. У меня есть такая мысль, да, всех посадить на велосипед. Но, отвечая на вопрос, на самом деле время найти можно. Было бы желание? Было бы желание, абсолютно точно. Даже когда прилетаешь в командировку, найти время на пробежку и выполнить тренировку, это, знаете, такая установка у нас. Если мы посмотрим, сколько мы время тратим на соцсети, на телевизор и так далее, вполне при достаточно высоком темпе по бизнесу или на работе можно найти время. Таких примеров много. У нас, кстати, был в гостях один из достаточно именитых в сфере бизнеса людей, один из вице-президентов банка. И он говорит, что да, я тоже Iron Man, у меня тоже есть время, у меня есть желание. Это самое главное, что способствует как раз тому, чтобы находить эти самые несколько часов. Андрей, скажите, как человек, который профессионально занимался спортом, для которого это не просто пустой звук, вот эти нагрузки, которые получает спортсмен во время таких занятий, они, как мне кажется, очень надолго выбивают из колеи. Вот как Александр потом прийти через несколько часов занятий, после души опять начать заниматься своей уже непосредственной нынешней деятельностью, очень сложно. Или так можно? Это вот вопрос тоже желания и сил. Ну, наверное, это прежде всего к Александру вопрос. Сейчас мы у него спросим. Он же может. У него получается. Не знаю, у меня не получалось. Я вот, учась в институте, вот я сказал, что я в Московском институте радиотехники, электроники, автоматики учился, но я учился на заочном, я учился 10 лет. И потихонечку у меня не получалось так, чтобы... Ну, конечно, мы часто очень были на тренировочных сборах вне Москвы, но даже во время того, как присутствовал в Москве, посещать лекции мне не удавалось, так сказать. Я практически экстерном учился. Но, к сожалению, да, наверное, много сейчас говорят о том, что спортсмены, которые получают диплом, они, в общем, не получают знания, и, к сожалению, этот процесс проходит параллельно. Спортсмены сами тренируются, диплом сам пишется. Это большая проблема. Вообще, так сказать, нашего спорта, потому что, так сказать, готовя спортсменов, ну, а потом-то дальше спортсменам же надо как-то, так сказать, и трудоустроиваться, и устраивать свою жизнь. те люди многочисленные вполне, которые, так сказать, ну, правда, в советские времена, которые слушали, так сказать, разговоры о том, что, ну, вот ты что-то сделай в спорте, и мы тебя никогда не забудем, мы вечно будем о тебе портить, помнить. Ну, к сожалению, эти люди, так сказать, очень часто не находили себя потом, так сказать, в дальнейшей жизни. Это же большая проблема. Допустим, футбольная команда 12 человек, а тренеров в таком количестве не нужно. Но давайте о том, как найти себя после спорта, поговорим через пару минут. Доброе утро тем, кто к нам присоединился из спорта в бизнес и обратно. Так звучит сегодня тема нашей беседы. В гостях у нас знаменитый советский фигурист Андрей Мининков, человек, который ныне возглавляет большую торговую компанию, и Александр Бричалов, президент опоры России, люди, которые сумели пройти по одному направлению и по другому, и заговорили мы с Андреем о том, как сложно людям после больших занятий, большим спортом находить себя. Вот, как мне кажется, это достаточно актуальная проблема и для советского времени, в котором вы успели отметить, внести своими в историю, и для нынешнего поколения. Вот что нужно сделать для того, чтобы потом не остаться ни у дел. Вот карьера закончилась, ты постоял на пьедестале, в честь тебя сыграли гимн. Все это было, теперь новая жизнь. А тебе уже, в общем, не 10 лет, и не 15, и даже не 18. Тебе нужно все начинать с нуля. Вот этот процесс адаптации к нормальной жизни, и той, в которой живем, ну, самые обычные мы, россияне. Как это происходит? Ну, конечно, у каждого по-разному. Но на вопрос, что надо было делать, я бы сказал, что это надо было заранее думать, так сказать, готовить себя и в образовательном плане, так сказать. Ну, скажем, сейчас, например, вот когда мы говорим о чемпионах мира, о, так сказать, спортсменах, которым что-то удалось сделать в спорте, они хоть имеют какую-то материальную поддержку, и вполне возможно, что у них есть какие-то уже сбережения на то, чтобы, так сказать, свой бизнес открыть. Давайте поправим, если они не сумели разбазарить все эти деньги, потому что когда они приходят, их тут же, их нету, а потом задумываешься, они уже ушли. Ну, конечно, мы можем говорить о том, что и начиная бизнес, такие люди, конечно, так сказать, многого чего не знают в жизни и могут попасть в такую компанию, которая, так сказать, именно, как вы говорите, может быстро эти деньги потратить, не получив, так сказать, потом с этого доход. Но, тем не менее, в советские времена не было и этого, так сказать, в советские времена мы заканчивали выступление, ну, там, материальная, так сказать, коммерческая составляющая бизнеса тогда не было никакой, вот, оставалось только, вот, так сказать, искать какие-то пути и находить их, так сказать. Почему не тренингство, Андрей? Почему не менеджмент? Почему не, не знаю, какое-то там предложение от зарубежной федерации? Я думаю, что они были. Ну, очень в свое время устали уже от спорта морально, вот, очень хотелось как-то отойти от этого и заняться чем-то другим. Ну, у нас как раз пришлось время на самую вот такую серьезную перестройку, так сказать, перестроечное время, когда у нас получалось таким образом, что мы все-таки выезжали на заработки за рубеж, там, там, три летних месяца мы работали как профессиональные тренеры, так сказать, потом, скопив каких-то денег, возвращались для того, чтобы здесь можно было прожить безбедно все-таки это оставшееся время. Вот, но, тем не менее, мечта была такая, как, так сказать, закончить образование. Вот я закончил, так сказать, работу на диссертации. Сами писали так вот, положа руку на кофточку? Ну, тогда не было таких проблем, вот, все-таки пять лет это срок, а потом это, так сказать, у меня диссертация техническая, у меня, так сказать... Но связана непосредственно с фигурным катанием, я так понимаю, если верить Википедиям, так или иначе, она с скольжением, да, по-моему? Да, 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 там много скольжения, там так, как конек по льду скользит, какие стали лучше выбирать, в общем, это, так сказать, там две серьезных главы. То есть с расчетом уже на будущее техническое знание и с расчетом на будущее потом бизнес уже, какую-то позицию в обществе? Ну, в общем, особо бизнес из этого не получился. Я считаю, что, в общем, любые, так сказать, любой труд и любые знания, они бизнесу не помешают, так сказать, всегда пригодятся. Сейчас общее развитие какое-то получил. А вот это стремление и настрой каждый раз только на победу, оно помогает потом в бизнесе? Ведь никто из спортсменов, когда ты у него спрашиваешь, какие у тебя планы там на этот сезон или на этот турнир, он говорит, ну ладно, там занять третье место. Все хотят только побеждать. И это вот изначально, да, в голове прокручивается каждый раз у спортсмена. Вот эта установка из спорта, она перешла с вами в бизнес? Ну, в общем-то, наверное, перешла, да. И еще более того, я вам могу сказать, что у нас была очень сложная такая спортивная жизнь. Долгая, но сложная. И мы закончили ее неудовлетворенные результатами. И поэтому у меня вот такая... Сублимация. Да, неудовлетворенность жизненная, она перешла дальше. Поэтому я, так сказать, что называется, рвал и металл, чтобы что-то, так сказать, дальше получилось в жизни. Реализовать себя. Хорошо, Александр, тогда вопрос к вам. Что вам дают вот эти занятия триатлоном? Помимо того, что вы переключаетесь с одного вида деятельности, что по Ленину есть отдых, на другой, что вам это дает? Ну, конечно, предлагаю посмотреть всем интернет-трансляции, увидеть, что вы в прекрасной физической форме, у вас нету брюшка, у вас нету щечек, вылезающих из кадра. Вот это, конечно, безусловный плюс. Но это вот на уровне визуальном. Что внутри? Ну, цель, на самом деле, была не про брюшка и не про щечки. Вот. На самом деле, это очень серьезный вызов. И, если говорить, что для меня, наверное, то, чем я сейчас занимаюсь, это и опор России, и общероссийский народный фронт, и многие другие такие позиции, неразрывно связаны с тем, чем я занимаюсь, именно триатлон. Потому что напряжение иной раз там или там, оно должно как-то компенсироваться. И поэтому, конечно, триатлон – это, в общем, однозначно точно не хобби, не увлечение, не желание там, не только желание себя в форме держать, а это обязательно такое. Наличие триатлона сейчас обязательно, дабы вовремя перезагрузиться. То есть это значимая часть жизни, правильно? Обязательно, обязательно. Не только для меня, кстати, но и для семьи, потому что на всех соревнованиях в прошлом году вся семья моя меня поддерживала. А участвовала? Нет, пока не участвует, да. Но для детей это очень значимое событие, потому что, значит, папа, значит, он такой вот реальный чувак. Потому что папа может, как говорит известная реклама. Да, не только, так сказать, вот там, получать, но и чего-то самому делать. Поэтому для меня это, конечно, вовремя перезагрузка. А потом, знаете, к 40 годам пройти «Айронмен». Это, в общем-то, ещё и такая внутренняя самооценка. И это очень здорово помогает вообще абсолютно во всём. И в семье, и в работе. Но очень важно, вот предыдущий вопрос у вас был, в общем, как это влияет, в том числе на здоровье. Это очень важно сказать. Я вот знаю тут одного человека, который, мы с ним разговаривали, он говорит, ну, ерунда полная, какая разница, за 17 часов я это проползу. То есть «Айронмен». Вот. Я не знаю, решился он на это или нет. Ну, конечно, с дивана, что называется, это сделать невозможно и не нужно. Потому что всё-таки это серьёзная подготовка. Это надо... Организм, который работает 10-12 часов в пульсовом режиме, там, выше 140 ударов. Это, в общем, так не взбанив прорубь на спорт, да. Но триатонисты профессиональные, просто дополню вашу реплику, они теряют за время прохождения дистанции «Айронмена» до 8 килограммов веса. Ну, да. Я потерял где-то 5 с лишним килограмм. Вот. Понятно, что я не так интенсивно прошёл дистанцию, как профессиональные атлеты. Менее 9 часов они проходят. Вот. Но, тем не менее, это тоже очень серьёзно. Похвалитесь своим результатом? Ну, здесь вряд ли можно похвалиться. 12 часов в 55 минут. Это не быстро даже для любителя. Ну, в общем, я очень доволен в силу того, что только половину объёма тренировочного я смог в течение года сделать. Опять же, в силу занятости. Ну, и плюс там были некие форс-мажоры во время трассы. Но, знаете, когда бежишь 30-й километр, уже, в общем-то, понимаешь, что для первого айронмена дойти – это уже, в общем-то, хороший результат. А что поменялось в сознании до момента получения сертификата и выполнения вот этого норматива и после него? Ну, помимо того, что вы счастливо вздохнули, вы для себя какую-то вот, может быть, одну позицию вверх для самооценки поставили? Ну, во-первых, год подготовки к айронмену очень здорово, значит, выработал вот такое качество, как эффективность рабочего дня. То есть это огромный плюс. Гораздо больше стал успевать, меньше затраты энергии – это первое. Второе – но я просыпался и ложился спать с мыслью, когда же этот айронмен будет. И, конечно, установка была, что я его сделаю, но вот не на 100% я понимал, что это, в общем-то, сложно. Когда я это сделал, это такая новая страница, так ищешь уже новый вызов. И, конечно, даже те, которые проблемы, может быть, были в бизнесе или в каких-то других вопросах, они легче переживаются и преодолеваются. Это однозначно. Это невероятное ощущение просто марафон пробежать с стартовым номером, пересечь вот эти вот финишные ворота. А пройти айронмен – это как-то даже сначала там… Осознание приходит где-то на день, через день, что ты это все уже сделал. Я смог, да? Я вот смотрю за тем, как меняется выражение лица у нашего собеседника и гостя. Я понимаю, что для Андрея это, в общем, все понятно, каких усилий это стоит, какого количества потоп. Я уверен, Андрей в следующем году. Наоборот, я удивлен всеми этими цифрами, которые Александр говорит. И, так сказать, мне, ну, даже пусть и бывшему спортсмену все равно это, кажется, так сказать, просто какие-то запредельные цифры. И как можно говорить о том, что кто-то вот неподготовленный, несколько лет, может быть, тренировок, посвятивший этому, это может выполнить. Это же просто летальный исход может получиться, запросто. Знаете, сразу прокомментирую, слава богу, у нас в России около 270 человек, которые прошли айронмен, и я, слава богу, не знаю летальные исходы. А все потому, что нужно готовиться, как вы говорите, с дивана такие дистанции абсолютно точно не бегают, да, это точно. Есть группа таких же безумных, в хорошем смысле, людей, как я, которые создали специальные сайты и сообщества Три Лайф. Это Виктор Житков, как раз Алексей Панферов, Федор Жирновой, ну, многие другие. И это очень классный ресурс, ровно потому, что, войдя туда, прочитав, ты уже понимаешь, о чем идет речь. Это такая Википедия про триатлон. И соотносишь свои желания со своими возможностями, понимаешь, сколько придется работать. Да, да, да. Давайте я про триатлон и про фигурное катание, и про бизнес буквально через пару минут, сейчас на две минуты прерываемся. Возвращаемся в студию, сегодня говорим, как следовать из направления спорта в бизнес и из бизнеса обратно. Андрей Мининков, знаменитый советский фигурист, ныне возглавляющий торговый дом, и Александр Бричалов, президент опоры России, у нас сегодня в гостях. Люди, которые проделали этот путь и делают, я так понимаю, до сих пор его с удовольствием. Андрей, вот для вас вообще было когда-то, наверное, может быть, на этапе завершения своей спортивной карьеры одним из вариантов, что вы когда-то будете достаточно серьезным предпринимателем. Ведь в те времена заниматься бизнесом, когда вы заканчивали, это было еще не модно, это было страшно, это было вновь. Человек, который идет впервые по этому пути, преодолевает все возможные препятствия. Те, кто идут за ним, они уже не набивают этих шишек. Вот для вас стремление доказать прежде всего миру, что ты можешь, или стремление доказать себе самому, или просто желание жить нормально, что стало важным? Вот, ну, скажем прямо, в те времена, когда я заканчивал спорт бизнесом, просто нельзя было заниматься, так сказать, частным бизнесом. Это была была у нас статья. Да, да. За это сажали, да, так сказать. Поэтому, конечно, здесь были, так сказать, другие несколько планы. И вот то, что я ушел в науку, так сказать, я, в общем, считал, что в научной среде можно тоже, так сказать, творчески себя проявить, и, так сказать, много чего, так сказать, можно натворить интересного. И в научном, на научном поприще, так сказать, вот. А к бизнесу пришел, ну, вот потому что уже, как бы, так сказать, защитив диссертацию, я был приглашен в спорткомитет, который мне предложил, как вот заслуженному мастеру спорта и кандидату технических наук, мог возглавить организацию, которая бы ставила на коммерческие рельсы науку спортивную. То есть это новое направление, о котором вообще никто никогда и не задумывался в России. Ну, тогда вот начинали говорить. Нет, как раз спортивная наука очень сильная была в Советском Союзе. Нет, ее коммерциализация. Коммерциализация, да. Вот об этом и шел разговор. Тогда начинались разговоры о хозорасчетных организациях. И вот, так сказать, давай вот мы создадим такую фирму, так сказать. Ну, пока мы ее создавали, значит, рухнул Советский Союз. Очень быстро стало уже и не до советской науки спортивной, так сказать, даже и до спортсменов, так сказать, руки уже не доходили. В общем, это все, так сказать, развалилось. Пришлось, понимая, что надо все-таки хормить семью, так сказать, чем-то еще заниматься. И вот так, как я уже вошел в некоторые вот хозорасчетные, так сказать, такие, такое направление. Ну, вот, так сказать, так и получилось, что, так сказать, пошел бизнес. А коллеги по тогдашнему спортивному цеху не смотрели на вас? Несколько удивленные, говорили, ну, подождите, есть же другие пути, есть уже проторенные. Вы идете туда, где еще никто никогда не был, где все сложно, где все непонятно. Они, в общем-то, пальцем у виска не покручивали? Ну, пальцев уж таких я не видел, так сказать, хотя, да, все понимали, что это очень сложно и что это... Рискованно. Рискованно. Ну, так сказать, кто-то, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, так сказать, есть такая поговорка. Вот. Ну, кстати, могу сказать такую вот интересную вещь, так сказать, уже с высоты прожитых, в общем-то, лет пришлось разными направлениями заниматься в бизнесе. Вот, но вот такой конкуренции, как в спорте, нету в других областях, так сказать. Да ладно, то есть для вас вот это не было проблемой и новым каким-то моментом. Нет, а вы понимаете, вот, так сказать, спорт, он очень отличается вот этой жесткой позицией спортивной, так сказать. Вот, Олимпийские игры. За несколько лет спортсмены знают день, час, когда они должны выйти и показать свой наилучший результат. И нельзя им сказать, что давайте я вот не два четырных прыжка прыгну и три тройных, а я вот пять тройных прыгну. И ему говорят, нет, дорогой, ты так не выиграешь, вот только так. Потому что в других видах деятельности, в том числе и в бизнесе, всегда можно вот конкуренцию как-то сгладить, обойти. Ну, вот конкуренты сделали вот такой продукт, ну, я немножко модифицирую, сделаю вот такой. Нету вот такого удара лбами, как в спорте. Ну, вот история, наверное, с выступлением Максима Ковтуна на чемпионате Европы. Яркий тому пример. Не докрутил два оборота в прыжке и, соответственно, лишился олимпийской лицензии. Мне кажется, что вот это как раз... Ну, один, да, конечно, пример такой, так сказать. А вот, уважаемые гости, у меня есть предложение с вами обсудить процесс поддержки спортсменов бизнесом. Это возможно сейчас, вот, например, в ваших компаниях? Александр, как у вас идет процесс именно поддержки, взаимопомощи, содействия? Понятное дело, что вы любите спорт, вы им увлекаетесь, вы им занимаетесь, привлекаете своих близлежащих, помощников, семью, например. Ну, что-то для самих спортсменов вы делаете? Ну, у меня такого примера нет, именно из, значит, спортов. Ну, вот, главный мой проект из бизнеса в жизни, это Юниаструмбанк, конечно же, был партнером и спонсором, и хоккейного клуба «Динамо», и волейбольного клуба «Динамо», и поддерживал, значит, отдельных там спортсменов. Такая история, конечно же, была. А насколько легко вы на это решались? Или это было по щелчку властей, которые говорили, хочешь быть в бизнесе, хочешь быть на плаву, пожалуйста, подержи, вот, например, вот эту танцевальную пару? Нет, у нас, слава богу, никогда такого не было. Предложений всегда было масса, значит, там, но у нас мы выбирали, ну, либо я болельщик ЦСКА, да, вот, вот, мой партнер был болельщик «Динамо», вот мы выбрали «Динамо», чтобы это в тот раз. Наступили на песню, на горло песни. Да, вот, но никогда нас не, так сказать, не обязывали кого-то поддерживать. Мало того, ну, большая часть предпринимателей, которых я знаю, люди азартные, к спорту относятся неравнодушно, и когда есть возможность, желания помогают, это безусловно. Вот, принуждения такого, конечно же, не было. Другой вопрос, что, конечно, если говорить о спорте высших достижений, не о юношеском, не о детском спорте, там роль бизнеса как партнера для спортсменов, она велика, но о спорте высших достижений, это, конечно же, должна быть серьезная государственная программа. Но, смотрите, есть еще массовый детский спорт, который, к сожалению, у нас, как правило, финансируется по статочному принципу, если есть какие-то там копеечки, их отдадут, но лучше их еще куда-то там пристроят. Вот, может быть, проведение каких-то соревнований, может быть, поощрение призами, самыми маленькими, потому что для маленького ребенка получить медальку гораздо важнее, чем получить там тысячу рублей, как мне кажется. Вот это практикуется сейчас? Конечно, конечно, в огромном объеме, и, я не знаю, даже вот члены опоры России, начиная, вот берем, там, Владивосток, поддерживают юных спортсменов, занимающихся борьбой, боксом и так далее. Насколько эта поддержка реальна? Или это вот для галочки в программе вы поставили, да? Поддержал. А какая программа? Это же бизнес, бизнес тратит свои живые деньги. Для кого? Прогиб перед губернатором или... Да. Абсолютно нет, нет, нет. Это не та история. Ну, можно, конечно, денег подкинуть на проведение мероприятия, но я говорю о системной работе. У нас есть предприниматель из Новороссийской Анапы, Валера Бочарников, который содержит зал постоянно уже несколько лет, где занимаются дети самбу. Причем он там не ставит какого-то кипя этим детям, там, стать лучшим самбистом и так далее. Ну, просто он в свое время занимался самбу, у него есть какие-то средства, и он помогает, и, мало того, даже не пытается на этой тему пиариться. Поэтому, да, есть ситуации, когда глава региона или города просит помочь, и я считаю, что тоже, в принципе, нормально. А я говорю про ситуации, когда вот такой порыв, так сказать, имея прошлое спортивное, помогать детям. Но при этом я хочу пример привести Татарстана. Детский, юношеский спорт там на очень-очень высоком уровне, и именно как субъектовая программа. Ну, например, Сабинский район, и это не единственный пример, это везде, практически во всех муниципалитетах. Там есть шикарный каток, куда летом приезжает Алексей Ковалев, наша звезда хоккея, и проводит мастер-классы. Там два или три детских возраста хоккейные и девочки, и мальчики команда. Фигурное катание развито, и это практически в каждом муниципалитете. Поэтому говорить о том, что денег не хватает, особенно вот в прошлые периоды, не будем говорить 14-й год, но это заблуждение. Там не очень-то много денег нужно для поддержки детского и юношеского спорта. Андрей, как часто к вам приходят бывшие коллеги, ныне действующие спортсмены, тренеры за помощью в финансовом плане? Это бывает? И как часто вы соглашаетесь? По каким критериям оцениваете? Помочь, не помочь? Это бывает. И вот могу сказать, что, например, мы поддерживаем один турнир волейбольный. Почему волейбольный? Сразу возникает вопрос. Нет, мне, как волейболистке, это понятно и приятно. Нет, ну просто так по жизни получилось. Вот в том городе, городе Кинишми, где у нас расположен завод по производству мороженого, там проводится регулярно чемпионат города по волейболу. Вы это финансируете по личному желанию или по вот такому некому принуждению? Нет, здесь по личному. По личному. Слава богу, никаких таких принуждений у меня тоже в жизни не было. Вот, наверное, это бы, как бы, так сказать, отрицательно на это я бы смотрел. Но, тем не менее, когда есть возможность, то можно и помогать. Ну вот сейчас к вам приходят, например, кто-то из танцевальных пар, кто-то из спортивных. Говорят, ребята, ну вот нам плохо, нужно срочно немножечко денег. Они, может быть, не олимпийские чемпионы, может быть, они из начинающих, юниоры, юноши или... Ну, из фигурного катания нет, не приходили. Странно. Вот почему? А к кому идти, если не к человеку, который прошел Крым и Рын? А может быть, это сейчас так обеспечивается государством, что, в общем, к такому небольшому бизнесмену, как Миненков, могут и не приходить по этому вопросу. Ну, так вот, честно говоря, я бы на фамилию точно пошла. Я занимаюсь фигурным катанием, я вижу человека, которого, там, я отсмотрела все его видеозаписи, чтобы посмотреть, что он делал. Я бы к нему, в первую очередь, прошла, чем к другому человеку, далекому от спорта. Мне кажется, вы бы согласились. Вы человек доброй души, нет? Ну... После эфира точно. Вот такую вам рекламу. Да-да-да, вот так сказать. Ну, ничего, посмотрим. А вообще, по каким критериям вы оцениваете, помогать, не помогать? Или у вас есть, например, отдельная благотворительная программа, по которой вы выделяете деньги на развитие массового спорта, на развитие физкультуры в регионе, например? Нет, ну, иногда мы просто с партнерами как-то собираемся, и это все обсуждается. Иногда вот просто, так сказать, на хороших личных связях. Здесь по-разному. Здесь, так сказать, нельзя так сказать, что вот прямо, так сказать, какая-то есть жесткая программа, которая позволит тебе вот столько, так сказать... Да и ситуация в бизнесе по-разному складывается сейчас, так сказать. Вчера мог помочь, а сегодня уже тяжело становится. Надо подождать до завтра. Никак не остану от вас с идеей. Вот, например, многие спортивные школы дают имя какого-нибудь прославленного спортсмена. Вот совсем недавно появилась в Звенигороде, по-моему, школа имени Анатолия Мышкина, да, нашего знаменитого баскетболиста. И они под это имя просят денег. Вот свою школу имени Андрея Миненкова нет такого желания организовать, ее финансировать, выращивать звезд. То есть, с одной стороны, вы в бизнесе, с другой стороны, вы все равно с любимым делом. Нет, нет, пока нет. Таких желаний не было пока. Никак я вас не поймаю на желании помогать молодым спортсменам. Я думаю, Андрей так накатался, что теперь хочется покататься исключительно на рельсах бизнеса. Давайте еще буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся в студию и уже завершим наш разговор и спорта в бизнес и обратно. Возвращаемся сегодня в студию, говорим о спортсменах, которые занимаются вполне успешно бизнесом. Яркий представитель Андрей Миненков, заслуженный мастер спорта, прежде всего известный как фигурист и Александр Бричалов, триатлонист сегодня в первую очередь, а потом уже президент опоры России. И гости мои дорогие, мы говорим в тот момент, когда Олимпиада в Сочи, она прямо вот за окнами, она происходит. Чего ждете вы от этого турнира? Какие, может быть, медальные планы? Что волнует? Что радует? Ну, не могу эту тему обойти, к сожалению, вниманием, потому что это тема номер один. Александр. Ну, как и, на мой взгляд, любой адекватный гражданин страны, я очень хочу, чтобы Олимпийские игры, во-первых, прошли очень успешно. Это лицо нашей страны. Успешно в плане моментов проведения, выступления? Конечно, организация, чтобы это были, для тех, кто приехал, это было и безопасно, и с яркими воспоминаниями, чтобы это был настоящий праздник, как это проходило вот в других городах, прежние, значит, проведения Пистиха игры. Очень этого хочу, ни в коем случае не разделяю этого безумной какой-то волной скепсиса, что там уверен, что так и будет. Это раз. Но, во-вторых, я на 100% фанат, и что творится со мной, с семьей и с друзьями, когда, значит, проводят соревнования, мы там громко кричим, чтобы наши оппоненты в биатлоне промазали и так далее. Поэтому, ну, конечно, для меня главным там это будет хоккей, по непонятным причинам. В Ванкувер, значит, так еще занозой 7-3 канадцам в четвертьфинале. И это в полу четвертого утра. Да, 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 это занозой в сердце, поэтому очень будем болеть за это. Ну, я считаю, что перспективы по тем вот видам спорта, которые были вот обнародованы, где у нас планы на медали, они очень большие и в биатлоне, и в лыжных гонках. 13 золотых наград нам спрогнозировала Светлана Журова, сама олимпийская чемпионка, ныне мэр олимпийской деревни. Вы верите в эту цифру? Я ставку идет 15. Вот так, да. Не обоснованный оптимизм, Александр Бричалов, меня очень радует. Нет, обоснованный, и вы знаете, почему он обоснованный, вы же в волейболе. А три зимние награды золотые в Ванкувере вам ни о чем не говорят? Нет, ни о чем. Я уверен, что мы, ну, во-первых, есть такое понятие, как удача в спорте, вот никак. Вы же в волейболе, да, но вот полуфинал с женской сборной в Бразилии, в Китае, с китаянками проиграли, не в Лондоне, а в Пекине. Ну, кто бы мог сказать, что мы после провальных двух вытащим, значит, партию женщины нашей. Раз. Лондон, мы играем сильнейшей сборной. Лондон, это только мужчины волейболе. Мужчины, я про мужчин говорю. Опять две партии, и уже, вот, тут немножко удача, там блок, там и так далее. Поэтому я думаю, что в Ванкувере было тотальное, сейчас меня будут все троллить, значит, но я считаю, что это была тотальная неудача. Я уверен, что мы подготовились, и буду болеть за, как минимум, 15 золотых медалей. Где-то попасть, где-то кто-то подскользнется. Где-то Шипулин не сдаст в финале, как это было на одном из этапов эстафеты Кубка мира, когда он мог попретендовать на первое-второе место, но сдался и не финишировал, уже на чистой лыжне. Андрей, вы, как человек, который прошел все это, и все это знаете изнутри, чего вы ожидаете от Сочи? Таков ли оптимистичный прогноз у вас? Нет, но я с Александром полностью соглашусь по поводу того, что он вначале говорил о том, что надо сделать так, чтобы Олимпиада прошла успешно, чтобы там не было никаких эсцессов, что действительно это лицо. Но, значит, не будем сейчас говорить о том, сколько это лицо стоило, так сказать, стране. Это потом, может быть, когда-то, так сказать, вернемся к этому разговору. Сейчас надо действительно, чтобы приехали люди, и чтобы им был организован замечательный праздник спорта. Вот. Что касается, значит, вот результатов, могу вам сказать, что спорт, в общем, конечно, неблагодарное дело в спорте какие-то прогнозы делать. А уж в Олимпиаду это тем более. Так сказать, прогноз один, что будет очень много неожиданностей, которые мы и себе представить не можем. Пусть они будут неожиданности только со знаком плюс, если можно. Ну, да, да, конечно, конечно, со знаком плюс. Что касается вот медалей наших, и, так сказать, будучи спортсменом с достаточно, вот, как я уже говорил, сложной судьбой, мне приходилось местами и незаслуженно проигрывать, я лично всегда болею за то, чтобы победил сильнейший. Пусть будет этот сильнейший русский спортсмен, так сказать, наш. Это замечательно, это вдвойне праздник. Но мне всегда кажется, что лучше заслуженно победить, чем победить незаслуженно. Такое тоже бывает, да, и тут уже вспоминается Лондонская Олимпиада, да, много кривотолков по поводу победы наших дзюдо, когда приезжал Владимир Владимирович Путин. Никто ничего не может сказать, было это правда, неправда, но у нас есть три золотые награды. Но мы не можем не уйти от того, что спорт это, вот, спорт высших достижений, это огромный бизнес. Да. И ровно столько же примеров, как про дзюдо, можно вспомнить и в сторону других спортсменов, поэтому вот эту часть я все-таки считаю, что нужно... Мы же не будем смотреть Пекин и вал золотых медалей Китая. То есть, когда пловец, который не выиграл ни одного международного соревнования, выигрывал золото или штанга там и так далее, там такой маскарад был. Поэтому будем считать, что все, кто выиграет, выиграют честно. И желательно, чтобы больше было наших. 15 как минимум были на пьедестале. Андрей, ну я, простите меня, не могу не воспользоваться ситуацией. Я цифры вам не скажу. Нет, я не про цифры. Я хочу прокомментировали, чтобы вы ситуацию с выдачей олимпийской лицензии в одиночном Плющенко, насколько вы считаете, человек готов, насколько... Ну, понятное дело, что, наверное, достоин человек с именем. Но, тем не менее, не это ли шанс в последний вагон уходящего поезда? Вот, вот, когда вы свою передачу анонсировали, что из большого спорта в бизнес и обратно, вот, у нас с Александром не так получается. Ну, хотя бы в одну сторону, и то здорово. А вот Евгений Плющенко, он, в общем-то, так сказать, и туда и обратно. А судя по вашему опыту, так не получается? Ну, другого примера я даже и назвать не могу, так сказать, я вам просто скажу, что вот это уже рекорд. Потому что вот так уйти из большого спорта и вернуться туда, я вот себя просто не представлю, насколько же это тяжело. А насколько это нужно? Вот, ну, ему же нужно. Ну, ему нужно, я не знаю. Я такого не делал, потому что мне было не нужно. Ему нужно, значит, вот он идет на побитие этого рекорда. Ну, выступление через боль, выступление на препаратах, которые блокируют вот эти болевые ощущения, уход в бизнес, возвращение, вот эта чехарда с выступлением на Европе и невыступлением. Вот все это в пользу Жени? Ему очень будет тяжело. Очень тяжело. И катастрофически, в общем, серьезные конкуренты, не зная, что получится, так сказать, мы надеемся, мы, так сказать, желаем ему успешного выступления. Ну, нам немножко осталось подождать, так сказать. Вот, но то, что он творит, это, так сказать, вот, и он идет на побитие рекорда, это точно. Ну, в этой ситуации мне бы очень хотелось в первую очередь пожелать ему здоровья, потому что, как правило, и вы тому подтверждение, Александр, я думаю, нам присоединится, спорт заканчивается. А вот здоровья, к сожалению, не прибавляется, и это, увы, ах. Александр, есть какие-то персоналии, из-за которых вы в Сочи будете болеть отдельно? Вдруг у вас есть любимые биатлонисты, фигуристы, лыжники? Вот, вы видите их на экране, понимаете, все, сердце отдано навеки, ухожу в отпуск, смотрю только сейчас, например, соревнования по лыжным гонкам. Ну, персоналий, конечно же, нет. Вся сборная, это есть такой персоналий. Но, кстати, за Плющенко буду болеть. Можно сколько угодно спекулировать, справедливо или нет. Я вспоминаю ситуацию с великим советским пловцом Сальниковым, который не то, что в последний момент, а уже за последний момент, а мы выиграли полторы тысячи или 800 метров, могу ошибаться. Сенсационно в Сеуле. Поэтому я абсолютно согласен, что это имя, и я уверен, что он решился на этот шаг не для пиара, он надолго уже себе обеспечил пиар. Вот, за него, наверное, чуть-чуть так больше отдельно, а вообще, конечно, за каждого спортсмена. Мне очень хочется, чтобы Овечкин не допустил там какую-нибудь роковую ошибку, и нам не забили гол там, и про Малкина. Хочется, чтобы молодой Волков биатлонист подтвердил свои вот эти уникальные, я считаю, достижения. Он прям рывок сделал как раз в преддверии Олимпиады и не перегорел. Но буду болеть за всех, и в том числе за тренеров. Мы сейчас про тренеров же не говорим, и это стоит многим тренерам эти Олимпийские игры, значит, и жизни, и здоровья, и так далее. Поэтому все, кто к этому причастен, ну, в первую очередь, конечно, спортсмены, будем очень сильно болеть. Вы знаете, я вспоминаю вот Лондон, когда Есенбаева стала, по-моему, бронзой. Да, третья она была. Я жутки прочитал пост с претензией к ней и так далее. Это вот чудовищно. Я очень хочу обратиться ко всем таким болельщикам, что даже, извините, не подиум, а четвертое место, это достижение. И этим надо научиться гордиться. И бронза, и сей, и бронза, и тем более. Потому что мы тут же забываем, у нас короткая память, что два золота у нее было, что наши, допустим, хоккеисты в Квебеке на столетие хоккея в Канаде, проигрывая 5-3, выиграли. То есть здесь нужно вот готовым быть ко всему. И вот мне кажется, если мы у экранов телевизора будем так искренне поддерживать, вот энергетика такая будет сконцентрирована в Сочи, и мы поможем. Не могу с вами не согласиться. Хочется, чтобы болельщики были доброжелательными. К сожалению, иногда этого не хватает. Но вот поколение как раз Андрея Миненкова, не даст соврать, оно нас приучило к этим победам, потому что мы привыкли, что мы только первыми. Второго места не бывает, да. И в том же волейболе был только карполь и только победа. И были фигуристы наши. Во всех видах программы это только победы. Поэтому, с одной стороны, это здорово. И спасибо вам за то, что вы нам дарили радость этих побед. Теперь, увы, мы ждем такого же от нынешнего поколения. Но, тем не менее, я свято верю и надеюсь, что у нас будет повод погордиться, будет повод порадоваться. Ну, а вам желаю удачи и в спорте, и в бизнесе. И самое главное, наверное, мне хочется пожелать вам здоровья, потому что это основополагающее. Это фундамент, цемент того, что мы так или иначе в жизни делаем. Чем дышим, о чем говорим. И что для нас самое-самое главное. Спасибо. Спасибо. Добавлю, что сегодня у нас в гостях были Андрей Минков и Александр Бричалов. И хочу все-таки пожелать болеть за наших и по-прежнему оставаться здоровыми. Спасибо, услышимся ровно через неделю.